ДИДЖЕФ ГОМЕЛЬДРЕФ Немного знаком с музыкантами, поймут о чем я, впрочем, сейчас не об этом. Каждое выступление группы – это позитив. Есть предположение, что парни, как и все смертные, могут грустить и злиться. Впрочем, лично я за 10 лет знакомства за ними такого не наблюдал. А в музыкальном плане диджев Гомельдреф – это такой себе калифорнийский мажор панк с примесью альтернативного рока со всеми вытекающими из этого последствиями. Red Hot Chili Peppers в свое время выходили на сцену только лишь с носками на интимных местах вместо одежды. диджев Гомельдреф бывали более откровенны и выходили на сцену лишь с инструментами вместо одежды. Иногда во время выступлений парни демонстрировали девочкам-подросткам обнаженные ягодицы, иногда приветливо помахивали со сценами тем, чего у девочек не может быть по определению. Скучно с ними никогда не было. Команда существует более 10 лет. Главная ударная сила – это Игорь Денисенко и Евгений Шаруда. За плечами этих парней множество выступлений и концертов. Были и непростые времена, но музыканты стойко их переносили. Они были, есть и остаются неотъемлемой колоритной составляющей запорожской рок-сцены. Хотя что уж говорить, время берет свое, и в творчестве музыкантов все больше появляются хоть и подростковые, но все же лирики. Видеоклип на композицию «Стоит ли?» – живое тому подтверждение. Стоит ли смотреть в глаза друг друга? Стоит ли стеречь свою подругу, если все равно уйдет к другому? Зачем мне это все весна и лето? Неужто я и сам не в мире с миром? Неужто я и сам поверю в это? Что стану для тебя решенью в день? Да, стоит ли вообще мне петь про это? И рифмой объяснять, что ты всех краше Ты все равно решишь, что я с приветом А впрочем, да пошла и ты туда же ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»